Так, и ещё нужно вроде как, да, две банки вишнёвого варенья, просто жесть какая-то. Всем доброе утро, ребят, меня зовут Пиксель, и прямо сейчас я нахожусь в деревне жителя номер 13. Вы не поверите, целое утро занимался расшифровкой бабушкиного рецепта вишнёвого пирога. В общем-то, сегодня собрался заняться, знаете, такой небольшой готовкой, но хотел что-нибудь сладенькое, и поэтому просто, блин, почерк, так всё непонятно, ещё и бумага пострадала. Так, выбираемся на улицу, потому что, так, мне нужно ещё грядочки сегодня убрать, и нужно у кого-то варенье попросить. Опыт какой-то валяется, кстати, посмотрите, по всей деревне. Блин, это походу, знаете, ребят, после ночи мобы остались, и утром они просто-напросто сгорели. Знаете, такое очень часто происходит, когда солнышко выходит. Да, опыта на самом деле реально немало, посмотрите, и здесь тоже обалдеть, как будто бы какой-то зомби-апокалипсис был. Вы только взгляните, сколько тут всего. О, ладно, давайте, в общем-то, теперь начинаем убирать грядки. Я надеюсь, что я сделаю это всё достаточно быстро, и, блин, подождите, у меня увеличивается опыт. Смотрите, я собираю, и просто растёт как на дрожжах, обалдеть! Смотрите, уже шестой уровень. Так, засаживаем, окей, получаем соответствующее достижение. Окейушки, морковочки засаживаем. Так, и давайте теперь постараемся побыстрее убрать. Ну-ка, да, смотрите, девятый уже уровень, десятый! Это чё за фигня? Походу, ребята, кто-то добавил новый мод, если честно. Так, ладненько, засаживаем. Жительники, а вы зря не убираете грядки? Тут, на самом деле, неплохо опыта за это дают. Блин, это чё такое? Я такого ещё в жизни не видел. Просто трэш какой-то, вы посмотрите. Опыт реально в огромном количестве. Таким темпом, ребята, можно зачаровать абсолютно все предметы, которые есть у меня дома в ящичке. Ладненько, я уже засадил опыта, на самом деле, реально много нафармилось. И побежали, я всё это дело отнесу на склад и собираю вообще все эти маленькие частицы эссенции, которые разлетались по всей грядочке. Так, окей, забегаю сейчас сюда. Закидываю пшеничку, семянушки, ребята, конечно же, морковку и мотыгу оставлю тут. Да, грядки я, конечно, давно не убирал, ребята, потому что, знаете, как-то не было надобности. А тут я понимаю, что изумруды у меня заканчиваются, поэтому попросил жителя подменить его. Ну и вроде как он был не сильно-то и против. Так, побежали теперь домой и... Это, понимаете, чё, глюки какие-то? У меня дома какой-то чувак, полностью состоящий из опыта. Ребят. Так, секундочку, подождите, нужно, наверное, спросить... Нет, это не глюки, это реально опытный игрок. Эй, привет. Да, вот опыта немножко сюда. Чувак, привет. Ты уже дома пришёл? Всё отлично, классно. Ты подожди, стой, стой, я чё-то не догоняю. Ребят, вы хоть что-то понимаете? Ты кто такой-то? Ты откуда тут появился? Зелёно-жёлтый такой. В смысле, кто я такой? Ты никма не видишь, что ли? Да я прочитал уже, опытный игрок. Подожди, я тебя раньше не видел. Ребят, ну вот сами вспомните. Всякие алмазные, изумрудные стивы, президенты и так далее. Но тебя я вижу впервые. Ты вообще кто? Откуда тут взялся? А, да я так по деревням езжу, знаешь, узнал вот про деревню номер 13. Думаю, популярная достаточно деревня, а я здесь и ни разу не был. Вот решил заехать, в общем-то. Да и всё. Подожди, стой. Я так понимаю, ты полностью состоишь из опыта, да? Ну, типа того, да. Вот я опытный такой. И когда я нахожусь ещё в деревне, все становятся резко опытными и получают очень много опыта. А, так подожди, ребята, вот! Вот она разгадка! Так это из-за тебя я столько уровня на грядках получил? Это просто жесть. Я постоянно работал на грядках, никогда такого не было. А тут буквально за пару минут 18 уровень. Это из-за тебя? Конечно, из-за меня. Я просто когда хожусь, у меня ещё опыт иногда вываливается. Знаешь, бывает такое. А, вон оно как! Слушай, а то я, знаешь, перепугался. Думал, какой-то мод добавили. Слушай, ну прикольно, на самом деле. Так ты и жителям, получается, опыта добавляешь. Я правильно понимаю? А я вообще всем добавляю. Я хотел к тебе утром зайти, но я здесь прошёл, в общем-то, на грядки мне сходить сказали. Сходил к твоему дому, в общем-то. Наследил тут немного опытом, как бы, да? Я думаю, ты заметил. А так, в целом-то, я не хотел тебя будить. И вот, подождал тебя тут. А, я понял. Так вот, ребята, помните вот этот опыт, который мы тут с вами подбирали? Я-то думал, это из моба вывалилось, а это он тут расхаживал. Слушай, я ещё вижу, ты тут стол зачарования установил. Блин, у нас в деревне его никогда не было. Это же твоё, да? Да, моё. А чё, нужен тебе? Слушай, я бы, на самом деле, очень сильно хотел воспользоваться вместе с ребятами, потому что... Так, секундочку, подождите. Вот, у меня есть кирка, у меня есть меч, топор появился и лопата. Я бы очень сильно хотел это зачаровать, потому что благодаря тебе у меня уровня дофига. Ну, я могу это сделать? А, да, конечно, бери, зачаровывай. Ой, слушай, офигеть, это очень здорово. Так, слушай, у тебя вот случайно лазурита не будет, было бы очень уместно. Так, подожди, вот здесь вот где-то был, так, раз, так, два, во, во, должно хватить. Во, не-не, чувак, это как-то слишком много, ладно, я тебе сейчас всё лишнее отдам. Так, ребята, кладём совсем немножечко. Я хочу зачаровать, вот знаете, для начала лучше меч на максимальный уровень, вот, на остроту, во, неплохо. Кирку хочу зачаровать с вами, так, эффективность, прочность, не, ребята, лучше эффективность, во, замечательно. А, подождите, а можно ещё что-то зачаровать? Нет, к сожалению, не получится. Топорик мы с вами тоже, наверное, да, на эффективность зачаруем, чтобы, знаете, быстренько так всё добывать это дело. Так, и теперь, ребята, лопату мы с вами зачарим, наверное, на эффективность второго уровня, тоже достаточно неплохо. Слушай, чувак, ну я благодаря тебе реально всё зачаровал, да у меня ещё, у меня ещё и уровень остался. Да вот, забери, пожалуйста, лазурит, он мне, в принципе, больше сейчас не понадобится. Обалдеть просто, а ты вот, если честно, можешь почаще приезжать, потому что наша деревня тогда вообще самой офигенной станет. Ну, знаешь, я стараюсь, конечно, ездить, но у вас же не одна деревня всё-таки, и приходится ездить по другим, и как бы нужно им опыта немного добавлять. Да, я понимаю, слушай, можешь тебя отблагодарить как-то, потому что я очень рад. Ребята, вы посмотрите, у меня все шмотки, которые были, теперь зачарованы. Давай я тебя отблагодарю как-то, не знаю, может, пирогом тебя угощу. А, да нет, это лишнее, знаешь, это моя работа всё-таки, как бы, улучшать игру, как бы, людям, да, раздавать им опыт, чтобы приятнее они, как бы, работали там в шахтах и так далее, вот, ну, все эти дела. Нет, чувак, это ерунда, я просто обязан тебя отблагодарить, потому что ты реально сделал очень многое. Во-первых, вся деревня теперь состоит из опыта, все жители по-любому тоже его подобрали, да и шмотки зачаровал. Поэтому, вот, не скромничай, вот, что, как тебе помочь, вот, что тебе нужно сделать? Ммм, так, надо подумать. Хотя, знаешь, есть одно дельце, в принципе, если тебе не сложно, конечно, мне нужно бы это, ну, пару, как бы, штучек опыта, в общем-то, да, сохранить, ну, так скажем, да. А, на хранение ставить, да не проблема, сколько там, ну, два стака опыта, да без проблем, оставляй, конечно. Не-не-не, там пару ящиков, ну, ящика три. Ящика? Подожди. Ну, да. Стой, подожди, а ты их не можешь в другом месте хранить? Я думал, ты все с собой носишь. Блин, мне неудобно, понимаешь, бегать с ними, у меня очень много опыта, и когда я бегаю, он начинает вываливаться, ты сам все видел, это вообще некомфортно. А, ну, слушай, ну, конечно, давай я тебе помогу, ящики перетащим, поставишь у меня без проблем, в принципе. Ну, не, перетаскивать не надо помогать, я все-таки сам все сделаю, а то и так у тебя и пространство забирать буду, и так далее, поэтому давай, ты пока погуляй, а я, в принципе, возьму, да и все сам перетащу. Ну, окей, как скажешь, я тогда пойду пока вещи протестирую. Давай тогда, удачки, встретимся еще завтра. Да, давай, давай, пока-пока. Вот, ребята, офигенно. Блин, какой крутой чувак, столько всего интересного может рассказать, ребята, и больше того, офигенные вещи просто дарит. Слушайте, я хочу сейчас протестировать вот эту вот алмазную свою штуку, палку вот эту вот на овечке, слушайте, с одного удара просто офигенно. А топор, топор, посмотрите, реально в несколько раз быстрее начал добывать. А лопата у нас вроде на эффективность, два и прочность, вообще крутой энчанты, вы посмотрите, как быстро она стала добывать. Блин, просто супер, ребята, эти вещи сто процентов нужно сохранить, потому что в противном случае, если я их потеряю, я очень сильно расстроюсь. Давайте, в общем, потихонечку двигаться в сторону дома, у меня тут полиция какая-то, может, кто из жителей вызвал. Меня это, в принципе, не волнует, самое главное попасть домой. Так, гражданин. Да, здравствуйте, вы что-то хотели? А ну-ка, остановитесь-ка, пожалуйста, это ваш дом? Эм, дом, ну, да, допустим, а что случилось? Так, отлично, отлично, будьте добры, предъявите документы, пожалуйста. Да какие документы? Нет у меня с собой документов. Подождите, а что, собственно, случилось? Кто вас вообще вызвал? Чего вы тут делаете? В смысле вызвал? У нас, значит, есть свои связи и свои каналы, между прочим, в общем-то. Нам поступило заявление, что здесь очень много опыта, большое скопление опыта в одном месте. Подождите, я не понимаю, вы инспекция какая-то или что? Кто вы? Именно так, инспекция, видите, на машине написано, не написано, ну и ладно, инспекция по опыту. Так, ну подождите, я не совсем не понимаю, ну, опыт, ну, может, жители руду какую-то добывали, у вас какие-то претензии именно ко мне? Ребят, что-то я не совсем понимаю, ну, хотите обыскать мой дом? Да, обыскивайте, пожалуйста, у меня тут, ну, вон, тоже опыт летает, ну, и что тут такого? Чё? Чё? А чё у вас так много опыта в доме, а? Да, у меня тут игрок просто прибегал опытный, он мне опыта немного подарил, я вон вещи зачаровал. Опытный игрок? Ну, да, что такого-то? О, попал ты, попал. А вот это что за ящики? Да я не знаю, он попросил оставить там, ну, вон, пузырьки опыта валяются какие-то. Ну-ка, ооо, это залёт, залёт. Да подождите, стоп-стоп, какой залёт? Я ничего не нарушал, я вообще ничего не знаю. У меня всё, у меня всё на камеру записано. Пункт 342, понимаешь? 342 по конституции Майнкрафта. Да какой 342 пункт? Ребят, вы же сами всё видели. Это просто он, он, он усыпил мою бдительность, я откуда знал, что это противозаконно? Да и что тут такого? Опыт же не ворованный, всё с ним нормально, вот он в ящиках стоит, вы... А ты откуда знаешь, ворованный он или нет? Да вот подождите, вот завтра он придёт утром забирать эти свои ящики с опытом, вы у него всё и сами спросите. Да, да, он тебя подставил, дурачок, ты понимаешь это, нет? Да я же реально ничего не знал, ну, блин, ребят, ну, это реально подстава какая-то, заберите все мои зачарованные вещи, от меня только ничего не делайте, конфискуйте весь этот опыт дурацкий, мне это ничего не надо, это не моё. Да, в общем-то, смотри, сейчас тебе выпишу, в общем-то, из города выезжать не будешь, понял? Да ладно, всё, я говорю, завтра можете прийти, я не знаю, провести там спецоперацию какую-нибудь, захватить этого чувака, только меня не трогайте. Будем все деревни теперь искать, ладно, я пошёл вызывать, в общем-то, следовательную группу, чтобы это всё отцепили, а ты пока стой и думай. О, господи, блин, ребята, вот постоянно я в какие-то передряги попадаю, ну вот реально, кто бы мог подумать? Во-первых, я даже до сих пор не понимаю, опыт он так и не забрал, можно ли им пользоваться нельзя, но лучше я его трогать реально не буду. Ролики я на этом буду заканчивать, ребят, будьте тоже, знаете, вот так вот, насторожены, если в вашу деревню придёт опытный игрок, лучше ничего у него не берите, потому что здесь какая-то ерунда и его разыскивает полиция. Всем большое спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи, ребята, и пока. Субтитры сделал DimaTorzok